Алексей Игоревич, как вы отдыхаете? Вы человек, не только политик. Мы вот с удовольствием в телеграм-канале пол-перого посмотрели 7 ноября. В здоровом теле, здоровый дух, как вы кололи дрова. Ну, хочу сказать, в российской аудитории очень позитивно это было. Вы знаете, Игорь Юрьевич, вот дрова это, ну, не столько отдых сейчас. Сейчас все пандемия там, у меня есть своя практика, она из опыта исходит. Я вырос в деревне, я там, какое там было здравоохранение, господи, вы же знаете, как... Народные средства. Да, ну и надо было оберегаться, как-то вести образ жизни такой, чтобы меньше болеть, чтобы иммунитет был нормальный. Тьфу-тьфу-тьфу, я никогда в жизни не болел. Не болел. И все это уходит туда, в детство. Когда ты до этих белых мух, как у нас снег, вот ты босиком ходишь. Ну, и потом я еще был заточен на спорт, на эту жизнь такую, более открытую, здоровый образ жизни. Надо сказать, что речушка у нас там была, я все время бегал, уже земля подмерзла, я босиком для закалки просто. В школе учился, бегал в эту речку, ну, уже до мороза, пока льдом не покроется, пробегусь. Сначала босиком, когда подмораживала, уже одевал там кеды, помнишь, кеды эти резиновые. Бежал на эту речку, окунался там с мылом. Все помнят, как и в Черном море купались после встречи с Путином. Ну, Черное море это хорошо, вы что, Черное море. Там уже было 4 градуса, может быть, температура в речке, а у Черного моря там 16 или 15 тогда было, когда мы ходили. По своей профессии спортивный футболист, хотя начинал самбо заниматься в те студенческие годы. В хоккей играете же? Когда я уже колено испортил, я упал на колено, играя в футбол справа, нападение играл, и подавал мяч, и попал в какую-то яму, в какую-то небольшую, и упал на левое колено. И сейчас дало себя знать, тогда я уже начал играть в хоккей, потому что хоккей, он более мягкий. Не такая нагрузка на колено, хотя приличная нагрузка, но терпимо. В поддавки мы не играем, не думай, что мы играем в поддавки, наоборот, у нас хотят выиграть. Но, конечно, в команду президента приходит, это же любительская команда, бывшие, хорошие хоккеисты, и они у меня тренируются круглый год. Паузы нет, кто против нас играет, они лето не играют, может где-то сочкануть, а у нас жестко. Минимум 2 тренировки в неделю, а то и 3, если играл. Вы знаете, вот эта пандемия показала, нас Господь взял и страхнул, потому что мы неправильно жили, мы неправильно живем. Походили, там сидячая работа, домой пришли, на диван легли, раньше газетку, а сейчас в айфон птычет, лежит, доволен, телевизор смотрит. А 2 часа в день отработать надо, 2 часа это закон, поэтому я беру топор иду рубить дрова, и это полезно, и здоровое питание. Никогда не ешь ничего импортного, будешь жить долго. Ну, белорусские продукты, это бренд. Картошку только нашу. Я понял. Арбузы начинались с голландских лет 7 назад, сейчас у нас по всей стране арбузы возделывают, и не хуже в прошлом. Вот в этом году, год был такой сухой, арбуз не отличишь от узбекского. Субтитры создавал DimaTorzok